Всем мавушки, граждане! С вами Тейвилл, и сегодня я хочу поговорить про вышедшую недавно 4Х стратегию Humankind. Для тех, кто играл в Endless Legend или Endless Space, или для фанатов цивилизации, эта игра должна быть более-менее понятна. На большой карте строятся города и империи в особом пошаговом режиме. Все эти нации стремятся к какой-либо победе. Либо разнести всех своих врагов, либо улететь колонизировать космос, либо заставить ассимилировать всех своей культурой и так далее. Мы в свое время неплохо упарывались по 5-й цивилизации с друзьями из Warcraft, в том числе с Мраком и Люком. Ну и, честно говоря, я думаю, что такого короткого описания хватает для того, чтобы создать общее представление об этой игре. Давайте посмотрим на нее поближе. Разработчики Humankind — это парижская компания Amplitude Studios. Ее создали бывшие сотрудники Ubisoft в 2011 году и покорили рынок глобальных стратегий двумя шедеврами — Endless Space и Endless Legend. Хоть не без изъянов, но эти две игры зашли вообще всем, кого я знаю. Сам я практически в них не играл, к сожалению, времени никогда особо не было. Но, тем не менее, знаю про них немало. В 2016 году их купила Sega, а буквально на следующий год они выпустили Endless Space 2, который все оценили примерно на том же уровне, что и первую часть. Ну и все, до конца 2019-го они выпускали различные дополнения ко второму спейсу. Я видел много обсуждений о том, что Amplitude могут быть таким хорошим конкурентом американскому Фераквису, текущему разработчику в серии «Цивилизация». Но почему-то французы старались обходить историческую тему. Все их игры были либо фэнтези, либо сай-фай, с неплохим ворлдбилдингом, надо сказать. Вот про него я прям читал. Но, тем не менее, исторической игры не было. Вот наступил 21-й год. После нескольких переносов из-за определенных глобальных событий, свет увидел Humankind. Наконец-то историческая игра от Amplitude. Честно скажу, я лично в том лагере, который считает Humankind клоном цивилизации. Все-таки в этом жанре можно сильно далеко развиться в разные стороны. Но, тем не менее, фундаментально нового он почти ничего не привносит. Многие вещи делает хуже и играется примерно так же. Надо сказать, что Humankind имеет больше всего общего, наверное, с цивилизацией, чем с самими Эндлесами. Ну, если быть точнее, Эндлесы, в принципе, изначально цивы-ты и вдохновлялись. Но тут прям пошло в гору все. Например, в 6-й циве появились районы. Концепт из Эндлесов, кстати. Которые можно строить, чтобы увеличивать добычу ресурсов с игрового поля. Но в Эндлесах их можно было прокачивать, фокусировать и так далее. В Humankind тоже есть районы, но качать их не надо. С другой стороны, они не ограничены населением. Сколько хочешь, столько и строй. Правда, стабильность города может снижаться из-за этого. Ну, короче, основная мысль. Без детального рассмотрения две игры друг от друга отличимы лишь боевой системой до системой строительства цивилизации. Во всем остальном, я бы сказал, довольно идентичны. Ну, за исключением того, что в 6-й циве тупо больше контента. Ибо она вышла все-таки 5 лет назад. Есть еще третье отличие. Необходимость играть экспансивно. Тут намного сложнее, чем в цивилизации играть одним-единственным городом. Игра требует быстрого и безжалостного расширения. А если не успеешь, тебя сожрут. Это я понял по своему личному опыту. Где-то в западных игровых журналах я прочел, что рекомендуется брать сложность повыше, иначе ИИ просто почти ничего не делает. Ну, короче, походу это исправили. У меня за 22 часа игры было штук 6 перезапусков. И лишь 2 я добил до конца. Одну очень быструю игру на маленькой карте с одним ИИ. А также партию обычную, где я уже все знал и понимал, что как работает. И меня все равно побеждали очень часто. Меня либо рвали по военке, либо я оказывался в ситуации, где некуда развиваться. Один раз меня тупо проспавнило на остров на 6 клеток, где я ну ничего физически сделать не мог. В общем, я думаю, вы поняли, в каком тоне будет сделан этот обзор. Я хочу ответить одновременно на два вопроса. Как в это играть? И как в это играется? Никакого фанбоизма в этот раз. Несмотря на то, как круто выглядят различные цивилизации. Вы только посмотрите на то, как вот эти европейские здания меняются на зулусские лачуги. Блин, прикольно и довольно красиво же. Ну, к чести Ampritude обучение, кстати, здесь сделано в виде небольшого набора роликов, которые показывают, как играть. Это не так же эффективно, как получать подсказки в течение игры. Но в течение игры, в игре, где шаг влево, шаг вправо это расстрел, лучше бы всё-таки иметь какой-нибудь туториал вне процесса. Видео понятные и ёмкие. И одна лишь в них проблема. Запрятаны так далеко, что просто пипец. Не каждый найдёт. Итак, первое, что вам нужно сделать перед началом игры, кроме кастомизации своего щачила с гербом, а также заглядывания в настройки, это понять, на какой карте вы хотите играть. Нам предлагают пять размеров. Маленькая на двоих, побольше на четверых, ещё побольше на шестерых, на восьмерых, и на десятерых огромная. При этом количество игроков вы тоже сами определяете. Я попробовал на всех, и имхаю лучше играть на большой, но не до конца заполненной. То бишь, если берёте карту на шестерых, берёт четыре нации. На восьмерых шесть наций. Вот это, скорее, мой выбор. Дальше здесь есть различные настройки. Насколько карта будет плоской или горной? Как много озёр? Как много рек? Как много островов? Насколько рандомные континенты? Тут лучше брать стандарт. Или окажетесь вы на колбаске длиной в сотню диксов, но шириной в 1-2. И это абсолютно невозможно ни развивать, ни тем более защищать. Выбираем климат, выбираем количество континентов, соотношение с суши и моря, всю вот эту вот весёлую тему. Так вот, я бы на вашем месте большинство этих ползунков не трогал. А ещё лучше, нарыл бы готовые, сделанные игроками карты, и играл бы на них. А не по сбалансированию. Чем вот эта вот рандомная генерёшка. На сайте мод Айо их уже достаточно много. Хочешь в Эзероте играя, хочешь в Средиземье. Ну или, в принципе, на карте Земли. Не все, правда, запускаются. Но если всё-таки решили делать базовую карту, не ставьте много островов, они того не стоят. Не трогайте террейн, иначе бегать будете отегорный козел в неолите, пока вы сможете перейти в первую эпоху, все остальные уже дойдут до второй. Аккуратно выбирайте противников, внимательно читая их теги поведения. Ну или по наитию подберите то, что вам больше всего нравится. Будут фальстарты. Если вы не построили аванпост и не перешли в бронзовый век к моменту, когда половина ваших противников это сделала, обычно ходу к десятому на нормальной скорости, лучше перезапускаться. Здесь, кстати, с этим моментом получше, чем в Сиве. Там вас пенализируют за то, что вы не построили город на первом же ходу. Здесь можно какое-то время побегать. Мне лично зашла карта с шестью противниками, четыре континента, один из них пустой, с обилием рек и озер, малым числом островов и всем остальным стандартным. Попробуйте, вроде бы сбалансировано. Также надо выбрать скорость игры. Варианты. 75, 150, 300, 450 и 600 ходов. Мой выбор стандартный 300. Быстрее, и вы будете в средневековье, когда все ИИ дошли до современности. Медленнее, и вы потеряете интерес к ходу на сотом, я не знаю, едва-едва выстраивая второй или третий район в городе. Ну и даже на нормальной скорости есть проблемы, они кроются в условиях победы. По ходу игры вы набираете fame, славу, которая де-факто является победными очками. Дают он и за все, что угодно. Первыми нашли природные чудеса, получаете. Получили чудо света, построили его, получаете. Изучили определенную технологию, получаете. Ну а самое главное, откуда оно берется, это за достижения эры. И вот по ним пройдемся поподробнее. Всего источников славы семь. Военная дается за убийство юнитов, экспансионистская за количество регионов, которые прикреплены к городам, научная за изученные технологии, эстетская за заработанное влияние, торговая за заработанные с торговли деньги, популяционная слава, это за население ваших городов, и, наконец, производственная за количество построенных районов. Чтобы продвинуться в следующую эпоху и выбрать следующую цивилизацию, надо заработать семь звезд. У каждых из семи перечисленных типов есть по три уровня. Грубо говоря, надо выполнить треть поставленных целей, чтобы продвинуться. И вот тут-то мы натыкаемся на проблему. Да, игра дает больше очков за продвижение по цивилизационной ветке, экспансионистам за кварталы двойная слава приходит, воителям за побежденных врагов. Только вот упускать хоть одну из этих целей не рекомендуется. Лучше заработать звезды во всех направлениях и удостовериться, что ваша цивилизация что-то может, чем фокусироваться на одном и быстро быть сожранным из-за того, что забыл, например, про военку. Конечно, есть смысл оставаться подольше в том же бронзовом веке, пока все ушли в античность, например, чтобы заработать побольше звезд и побольше славы. Но слава не имеет значения, если кто-то изучил все технологии, или собрал семь звезд в последней эпохе, или построил марсианский проект, чтобы этого избежать и не заставлять себя гоняться, как бешеный пес за искусственным интеллектом, который действует намного эффективнее, чем вы, когда речь идет о чем угодно, кроме войны. Лучше поставить условия победы, временной лимит. Тут хотя бы для всех все будет одинаково. И что расстраиваться, в циве ты мог выхватить культурную победу, тогда, когда твой противник почти выиграл в научной, а в другой почти добился дипломатической. Ноздря в ноздрю. Здесь такое невозможно. И вот мы начинаем игру. Мы в эпохе позднего неолита. У нас есть одно племя и три задачи. Завалить пять зверей, нарыть пять юнитов и найти десять откровений, остатков погибших цивилизаций. Если мы собираем еду, сжигаем логово или убежище, убиваем зверей, мы получаем еду. Каждые 20 единиц еды — новый юнит. Иногда выпадают ивенты. Юнитов можно разделять на разные армии, но на оленя лучше нападать двумя юнитами, а на мамонта — тремя. Выбраться из неолита надо как можно быстрее, иначе сильно отстанете от других цивилизаций. В целом, если вы до десятого хода не прокачались, можете перезапускаться. Да, игра так и будет идти. Кстати, все цифры я говорю в рамках нормальной скорости. В короткой игре цифры выше, в быстрой, естественно, ниже. После превращения в цивилизацию все юниты теперь будут хорошими такими разведчиками. Эксплорация окружения — это довольно важная задача в игре. Все-таки 4Х стратегия же. Чем больше отрядов разведчиков, тем лучше. Попался медведь? Убегайте нафиг. Не можете убегать? Забейте на разведчика. Но самое главное, что они делают, это обнаруживают новые пригодные для заселения локации. И могут поставить там аванпост. Здесь не нужно париться с поселенцами. Аванпост можно потом прицепить к городу или развить в самостоятельный город. Ну и продолжают сталкиваться вот со всякими ивентами эти разведчики. То проспавнят отряд воинов, то науки до влияния подсыпят. Я поначалу ставил их на автоматическую разведку, но потом понял, что каждый регион вокруг лучше заселить вручную. Так что рекомендую и разведывать вручную, по крайней мере, до античной эпохи. И уже только потом ставить на автомат. И вот тут-то мы сталкиваемся с проблемой подобных игр. Хочется сделать много чего. В цивилизации такая хрень, кстати, тоже есть. И юнита хочу построить, и город развить, и аванпосту позвести, и кому-нибудь накостылять, а не получается. Вход только одно действие города, если город не занят. Вход лишь несколько клеток движения. А хочется, и на самом деле надо делать всё. Чуть больше поисследовали? Ну пипец, спросили по военным звёздочкам. Ведь исследовали, а не били. Присоединили к городу в регион за влияние? Ну всё, не можете выбрать цивик, который улучшит генерацию этого самого влияния. А часики тикают, и тикают, и тикают. Тут реально каждый ход, нужно долго выбирать, что ты хочешь сделать. Минут по пять. Игра не простит неверный выбор на высоких сложностях. А я вот так вот не умею. Я обычно играю, как играется, не особо задумываясь о своих действиях дальше следующих пары ходов. Humankind рекламировали на различных цивилизациях. Начните, как микенцы, развейтесь в греков, потом в византийцев, потом османов, потом в турок, и так далее. Или забейте на историко-деографическую аутентичность и превращайтесь из японцев в испанцев, потом в русских, и тоже так далее. Я ж скажу, забудьте вообще про ролевую часть. Успешно выиграть здесь, занимаясь ролевым отыгрышем, просто не получится. Хрен знает, получится ли вы какой фан от этого, по крайней мере в одиночной игре. Но надо понимать, что она требует понимания, механик, и максимальной оптимизации. В некоторых случаях даже бешеного минмаксинга. И с этой точки зрения здесь семь типов цивилизации. Есть военные, с бонусами на силу армии, и обилку на экстренную мобилизацию войск в городах за счет населения. Аграрные, позволяют тырить население у других государств, и дают бусты к еде и к повышению населения. Строители, могут направить вообще все исключительно на производство. Эстеты, повышают накачку влияния, и позволяют влиять на чужие регионы. Экспансионисты, умеют аннексировать чужие аванпосты без объявления войны. И облегчают захват территорий. Торговцы за влияние создают способы извлечения ресурсов. Всякие шахты там, загоны для лошадей и так далее. Они лучше заточены на бабло. Кстати, это самая полезная обилка в игре, мне кажется. Ну и ученые позволяют быстрее исследовать, и как строители могут все мощи кинуть на науку. Кстати, насчет рекламы. Реально рекламировали. Я у трех каналов, что я видел на ютубе, которые, что я постоянно смотрю, видел рекламу этой игры. Включая моих любимых Kings and Generals. Товарищи поняли, как творить маркетинг компьютерных игр в 2К-21 году, суть по всему. Выбор цивилизации рекомендую строить на том, что вокруг вас есть. Если бешеная куча всяких специальных ресурсов, или может быть проблемы с местом, ибо вы на острове, то идите к тыф торговцев, и старайтесь быстрее исследовать корабли, чтобы свалить с этого ужасного места. Если очень много еды, идите в аграрку. Вообще, в начале игры, я бы сказал, всем нужно стараться идти в аграрку, но про это позже. Есть всякие научные тайлы, подкачайте науку, это не помешает. А вот военные цивилизации на старте лучше не брать. Часто некого бить, или вам силенок не хватит, по крайней мере, где-то до Средневековья. Так что двойной бонус славы от убийства врагов получить будет непросто. Давайте пройдемся по ресурсам, и по тому, что они делают. Начнем с еды. Она позволяет вашему населению расти, причем при очень высоком количестве еды, оно будет расти на 1-2 пункта в ход, что очень сильно. Население нужно для буста различных производств в городе, а также для создания юнитов. Иногда для экстренного создания зданий. Еда очень важна, и очень рекомендуется начинать с ее развития. Лучше всего поставить пару аграрных районов с самого начала, и первый город, честно говоря, в идеале стоит ставить в богатом едой регионе. Тут все тайлы в регионе обрабатываются сразу, а здания просто улучшают ситуацию. Ну, еще лучше успеть первым в бронзовом веке взять Хараппскую цивилизацию, нам известную как цивилизацию Долины Инд. Они единственные аграрии на свою эпоху. Вообще, если так посмотреть, аграриев на каждую эпоху всего-то по одному, как и строителей, и ученых. Но реально, создать так называемую кормовую базу надо прям самой первой. Производство определяет то, насколько быстро вы строите районы, различные улучшения, юнитов, даже чудеса света. Тут ничего нового. Больше леса, больше производства. Для комфортно-быстрого развития города их должно быть около двухсот на город. Строительные цивилизации умеют перелопатить все производство денег и науки в производство, чтобы дать лютым, просто лютый буст городу. Такое нужно бывает, когда, например, нужно срочно спаунить юнитов, или вы хотите быстрее построить здание, которое будет вам давать влияние и так далее. Наука работает исключительно на ускорении исследований. Они важны, но не то, чтобы прям первую очередь. Я бы фокусировался на тех улучшениях, что нужны как можно быстрее. Например, у вас есть в регионе кони. Срочно надо строить конюшню, для этого нужно одомашнивание. Вот его и изучайте. Но бывает так, что изучить какие-то технологии предлагается быстро, за один ход или даже мгновенно. Прожимайте не глядя, потому что это вам даст научные звездочки. Особенно, если вы играете за ученую цивилизацию. Вот старайтесь максимально исследовать. Еще тут есть механика осмоса, которая с этим помогает. Это такое культурное и научное давление. Научное давление это хорошо, это значит, что вы отстаете от соседней цивилизации в научном развитии, и она при этом на вас влияет. В этом случае вам предлагается купить одну из знакомых ей технологий. Если нет денег, получить буст к научным очкам. А если технология такая у вас уже есть, то буст становится серьезнее. В общем, за науку сильно париться не надо, качаем то, что необходимо, остальное по остаточному принципу. Жаль, только из-за этой вторичности научного геймплея часто оказывается, что специальные юниты цивилизации просто золочены за техами, которые вам не нужны. Немножко обидно. Деньги я бы не назвал важным элементом. Они генерятся в специальных районах, но намного лучше получаются за счет разграблений и торговли. Грубо говоря, если у вас куча особых ресурсов, стратегических или роскошных, и вы их добываете, вы в шоколаде. Просто заключите торговую сделку с другой нацией, и она постепенно начнет скупать у вас все. За каждый проданный ресурс создается торговый путь, который идет либо по морю, либо по суше, либо потом по воздуху. От места добычи ресурса до столицы покупателя. За каждый ваш регион, через который путь идет, типа таможенная пошлина. Ну а покупатель получает доступ к копии этого ресурса. Вы его при всем этом не теряете. Покупка ресурса это единичный случай. И пока торговому пути ничего не начнет мешать, вы будете получать деньги. Кстати, это единственный случай, где соответствующая цивилизация торговая невероятно мощна. Во-первых, она может перепродавать купленные у других наций ресурсы. Во-вторых, она получает вдвое больше денег с торгового пути. Только вот как их применять? Да в принципе, как и в циве, выкупать апгрейды города. Ну или быстро нанимать армию. Есть также цивик, который позволяет также расширять территорию города за бабло, а не за влияние. Это очень мощное колдунство. И чисто за счет этого торговая империя, я считаю, вторым по удачности стартом после империи аграрной. И самым удачным вариантом в принципе, вплоть до современности. С этим цивиком деньги становятся самым главным ресурсом. Стабильность это городской параметр, который тут заменяет счастье. Ниже стабильность, выше шанс восстания. Строительство квартала понижает стабильность на 10. Повышается она за счет апгрейдов, некоторых уникальных кварталов цивилизации и чудес света. Я вообще считаю, что чудеса света только ради стабильности и надо строить. Одно такое означает от 4 новых кварталов. Не хухры-мухры вам. Кстати, восстание у себя я видел только в последней игре. У врагов видел постоянно и они довольно слабые. Теоретически они могут захватить ваш город и создать не новую цивилизацию, но нейтральную, но я вот такого вообще ни разу не видел. Влияние я считаю наиважнейшим в игре ресурсом. За него делается много, по-моему, даже слишком много. За влияние мы создаем новые аванпосты и города. За влияние же мы присоединяем регионы и территории всякие к своим городам. За него мы принимаем политические решения цивики. И у многих цивилизаций мы также за влияние используем их специальную обилку типа мгновенного строительства добываемой какой-либо инфраструктуры у торговцев. Влияние сложно найти, легко потерять и вообще очень легко растратить такой-то бабушке. Поначалу его набор будет очень медленно разгоняться, поэтому я рекомендую по максимуму разведывать карту в бронзовом веке. Во всяких интересных местах мы обычно можем получить 10 влияния и 15 науки. Потом все эти значения увеличатся в 4 раза. Цивики сложны. Это специальные бонусы, дающие тот или иной буст. Каким будет ваше государство? Демократическим или тираничным? Собирать армию вы хотите большую или качественную? Это что-то типа идеи в Европе, только с одним двухвостым альтернативным выбором. Обе опции хороши, но в различных ситуациях. Но, блин, вообще сложно понять, что тридерит открытие этих цивиков. Тем более, даже сыграв полностью игру на 300 ходов, я гарантирую, что у мне не многие доступные, я так же не мог купить. К этому давайте добавим еще понятие культурного осмоса. К этому давайте добавим еще понятие культурного осмоса. Если влияющая на вас нация влиятельнее, то она будет стараться заставить вас стать такими же, как она. Происходит это в виде осмос ивентов, где вам предлагается отказаться от такого цивика или изменить решение по-другому, или послать влиятельную нацию нафиг. Второй вариант не понравится меньшинствам, хотя я даже бы сказал большинствам, ведь осмос врубается при культурном давлении на 50% и больше в вашем городе. Если вы отпосылаете, то падает стабильность, а стабильность сильно лучше не ронять. В общем, цивики появляются по каким-то очень эзотерическим причинам. Они также двигают слайдеры на вашем политическом компасе. Это набор сложных бинарных характеристик, типа авторитаризм, демократия, коррективизм, индивидуализм и так далее. У них есть какие-то свои бонусы, но я, честно говоря, особо на них не обращал внимания. Это уж совсем для минмаксеров, потому что бонусы те ужасно маленькие и мало влияют на происходящее. Кстати, по цивикам и влиянию технология имперская мощь классической эпохи позволяет строить определенный район Common Squatters. Эдакий развлекательный район города. Благодаря цивикам вплоть до современности его можно будет превращать в такой лютый адский бустер. И, кстати, некоторые цивилизионные бонусы тоже это делают. Такой бустер, что он будет решать за раз все ваши проблемы с едой, производством, наукой, влиянием, стабильностью. Строить надо будет только его. Я предполагаю, что в какой-то момент есть смысл строить этот район, чтобы получать производственные звездочки, не превращая город в анархический беспредел из-за низкой стабильности. Но на реддите говорят, что, честно говоря, Common Squatters довольно слабая. К влиянию и цивикам также привязано такое понятие, как сфера влияния. Предположим, у вас оно высокое. У вас также активно покупают какой-то ресурс. Ваша культура распространяется как огонь по территории соседа, и вот на которую вы влияете будет более покладистым в большинстве дипломатических вопросов и вряд ли на вас нападет. Тем временем, если вы на нее нападете, военный энтузиазм ее населения будет падать быстрее. Взамен цель влияния получает научный и культурный осмос. Быстрее прокачивается, может принять какие-то цивики бесплатно, если культуры похожи. Ну, а если вы влияете на независимую территорию, это и местные города-государства, то ее дешевле будет ассимилировать. Кстати, взаимодействие и аннексия таких вот независимых территорий тоже за влияние и немножко за деньги происходит довольно часто. Религия это набор из четырех основ веры, которые надо зарабатывать за счет распространения оной по своему и чужому населению. Всего четыре уровня развития религии, и каждый предполагает по семь основ. Аграрные, военные, ну и так далее. Бонусы средней мощности и эксклюзивные. Если кто-то взял основу до вас, то вы уже это сделать не сможете. Изначально есть два вида религии. Политеизм и шаманизм. Первый ориентирован на широкое заселение, второй под большое количество населения. Я обычно беру второй людей в городах, в любой момент становится больше, чем территорий под моим контролем. Религия прокачивается за счет количества верующего населения. Очень сильно ее бустает строительство чудес света и религиозных зданий, причем и те, и те это общие проекты, их могут строить все города в империи. Но, честно говоря, религия тут почти не играет никакой роли, с ней не стоит вообще особо сильно заморачиваться, просто на фоне пусть она работает. Бонусы реально средние и опять же как с цивиками, только для совсем уж лютого минмаксинга. Зато распространение чужих религий постоянно создают дипломатические конфликты и, честно говоря, проще обратиться в религию другой империи. Ну, а ближе к концу игры можно будет просто уйти в атеизм или секуляризм, если вы возьмете этот цивик, и просто забыть про религию. Как только вы встретите другую империю, вам откроется возможность представиться и начать договариваться о всяком. Опций мало. Торговые договоры две штуки, право на проход один, исследовательский договор один и военный договор один. Также можно заключить альянс или объявить войну. В этом же окне происходит торговля. И также есть окошечко обид. Это список поводов для войны, казус бели, по которому можно начинать обоснованную войну и накачивать энтузиазм к войне. Если война не обоснована, то энтузиазм будет быстрее иссякать. Но для энтузиазма вы проиграли. Обычно обиды бывают за разорение территорий, нападение на юнитов в мирное время, но к середине игры эту вкладку начинают спамить обидами за притеснение культурных и религиозных меньшинств в конфликтах за сферой влияния. Позже появляются новые обиды, но поверьте, уж к концу античности у вас будет этих казус бели валиться навалом. Есть также дипломатические опции для союзников, по одной на каждую категорию, право на проход в города, скидки для покупателей во взаимной торговле, инфраструктурный договор, позволяющий пользоваться дорогами друг друга, и культурный договор, который ускоряет принятие цивиков друг друга. Есть еще научный договор, который ускоряет изучение технологий. Плюс имеется набор дипломатических опций, правда уже без выбора, для вассалов и для состояния войны. В первом случае это все те способы забирать у вассала ресурсы, во втором правила ведения войны, типа прекращения торговли или обмена информацией. Война здесь это сложно, ресурсоемко и болезненно, особенно если к ней не готовятся. На любом уровне сложности выше третьего, а я предполагаю, что и ниже другие цивилизации будут рады что-то от вас до отожрать или вас вассализировать, неважно. Чтобы не давать им это сделать, одного союза с ними недостаточно. Империя будет на вас влиять и считать вас за говно. Поэтому очень важно иметь в наличии немалое количество юнитов и фартов, где оные будут спавниться. Чем больше, тем лучше. От наличия постоянной армии меняется и отношение других империй к вам. Более слабые начинают лебезить, более сильные навязывают свои условия. Войну напрямую мне никто не объявлял, даже на самом высоком уровне сложности, но думаю это может случиться. Но если вы им за что-то предъявите, они вам накостыляют. Старайтесь держать как можно более полной армии. В одной может быть 4 юнита, потом у некоторых культур 5, но в итоге потом это может вырасти до 8, до 10. Цивики вроде бы тоже позволяют расширить армию. Юниты делятся на 4 типа. Ближний бой, копейщики, лучники, кавалерия. Ближний бой шатает всех кроме кавалерии, лучники шатают всех если не вплотную стоят, кавалерия легко разносит лучников, копейщики кавалерию. Есть и другие типы, но потом. И ближе к современности там танки, ракетницы и так далее там свои камень-ножницы-бумага происходят. Бой происходит на группе дексов вокруг места столкновения. У защищающейся фракции есть ставка командования, ее захват и удержание позволяет победить даже если врагов больше. и в долгом бою они собственно вас получат скорее всего. Количество решает все, но неплохие бонусы дают возвышение стены. Урон рандомный, вам отображаются минимальные и максимальные при наведении на юнита и всего происходит три боевых раунда. Если за это время сражение не закончилось, оно уходит на следующий ход. Можно включить автоматическое сражение и принимает неплохие решения самое гуще боя, хотя не всегда, но можно вообще зарядить как в героях или в циве авторезультат. Там правда готовьтесь к сильным потерям. Я часто включаю автоматический бой, ибо сами боевые раунды по мне немножко скучноваты из-за невероятно долгих анимаций. А тут все хоть на ускорении проходит. Другое дело, что я проигрывал в войне обычно из-за собственной глупости. По как обычно он доходит до нуля, вас можно принудить к миру. Я не могу сказать, что действия и являются особо умными. Часто я шел большой армией в 4 отряда и сталкивался с одиноким вражеским юнитом, который шел типа захватывать мои города, но героически погибал, когда его заманил в ловушку. Часто враги одним юнитом даже и нападают на вас. Но при всем при этом энтузиазм, если война особенно необоснованная, быстро падает и вы проигрываете. В общем, война хреновое и глупое дело, и единственное, чем она полезна, это звездочками за убийство юнитов. Вот это я сейчас обосную даже посильнее. Итак, почему я считаю войну бессмысленной? Да, потому что отвоевавшись вы получаете репарации и пару городов, резко уходя за лимит поселений, и ловите бешеные пенали к влиянию. Слияние городов дико дорогое, неважно делать его за влияние или при помощи цивика за деньги. Ну, а на более высоких сложностях вас просто порвут. Суть по всему, сложность здесь определяется определенными всякими такими вшитыми в ИИ бонусами, которые игрок при даже самых оптимизированных действиях скорее всего не пересилен. Сражаться с противником в два раза многочисленнее есть смысл только при превосходстве технологий. Но из-за тех же бонусов для противников это будет просто невозможным они всегда будут быстрее вас впереди вас. Конечно можно попробовать закидать мясом но сколько ходов вы будете это мясо создавать сколько населения потеряете можно взять у нейтральной фракции отряд наемников за сравнительно небольшую сумму и тогда да вас ждет сложный и интересный бой скорее всего не больше одного-двуха за всю игру. Долгий правда пипец из-за тех самых анимаций но лучше рулить самому зато интересный я предполагаю что есть шанс задавить сверхсложного противника военной мощью за счет обилок милитаризированных наций но если вы это сделаете что вы получите его город который еще сильнее будет тормозить вас в развитии из-за бунтов пока не станет более-менее нормальным или может быть вассала ну я видал тут и вассалов они отстают от лидеров игры эпохи на 2-3 и практически ничего не дают территории не расширяют ресурсы не добывают короче война имеет смысл только ради звездочек и в таком случае лучше иногда фармить нейтралов чем налетать на другие цивилизации ну или если вы сверхсильный и уже почти конец игры то просто можно пофаниться и идти в разнос нападать на всех чудеса света тут работают не как в цивилизации при достижении определенного уровня влияния кстати еще одно место где влияние тратится вы получаете возможность застолбить за собой чудо никто его не построит до вас вы просто застолбили и делаете как и когда вам удобно единственное что тут можно не успеть это застолбить оно чудеса дают хороший буст к стабильности немалый буст к вере причем единого все чудеса и уникальный эффект иногда эти эффекты слабые иногда они сильные так что основная мотивация в строительстве чудес это слава и стабильность ощущения гонки как в цивилизации тут к сожалению нет и это весь деймплей товарищи все что можно делать как видите опций кажется что много но на самом деле не густо и даже на них всех не тупо не хватает вам хода это создает такую искусственную проблему выбора строить на этом ходу район или армию район или что-то для повышения стабильности а нужно ли мне это чудо и так далее проблема основная в том что глубоко в игре зашит некий идеальный план действий который к античности выведет вашу цивилизацию в гедемоны и там уже вам никто ничего не сможет сказать или же вы будете постоянно догонять одну-две империи ии когда остальных либо уничтожат либо вассилизируют каждая новая игра к сожалению слишком похожа на предыдущую задача раз больше еды население производства задача 2 больше влияния или уходим в деньги самый сложный выбор получить желанную цивилизацию сейчас хотя самая желанная скорее всего уже занята либо посидеть еще в старой эпохе и пособирать звездочек игра блин слишком одинаковая и скриптованная это приводит к тому что ты пытаешься отточить идеальную ситуацию раз 20 параллельно разбираясь в аспектах игры ну а R&J грозен довольный раз за разом ты отстаешь от других цивилизаций продолжая зависать в неолите дикие проблемы я наблюдаю с балансировкой пиковые цивилизации начала игры аграрные и торговые не успел стать одной из них ну печаль тебе пытайся выбраться если сможешь возможно что-то еще не так с цифрами развитие из эпохи в эпоху иногда требует слишком многого для достижения одной звезды сюда можно добавить вечное обилие науки или денег при полном отсутствии влияния баланс совсем поехавший постоянные нотификации каждый ход раздражают мой совет отключите автоматическое наведение камеры я так раз где-то два или три юнита вообще не в ту степь послал ибо не ожидал резкого изменения камеры в нотификациях может быть важная инфа но чаще всего это ваш юнит обнаружил захоронение зверей или другая империя на вас обиделась дико бесит нотификация империя изменила к вам отношения чтобы увидеть на что изменилось отношение приходится открывать дипломатическое окно и смотреть а с чего оно изменилось вообще не найдете и вроде делать-то можно дофига всего но в итоге половина механик кажется каким-то полыми пустыми внутри как шумира акадская ваза и все равно пытаешься выбирать что лучше занимаешься микроконтролем разведчиков пашешь пашешь а в какой-то момент начинаешь забивать и просто пытаешься быстрее откликивать ходы потому что начинает становиться откровенно скучно постоянно открываешь окно с целями понятие на какие звезды тебе что не хватает все настраиваешь и опять переходишь в режим ожидания блин извините продавать ненужный хлам из инвентаря в новом пастфайндере и то веселее еще эта механика одновременного хода она вот здесь вот типа прикликив на ход все империи мгновенно делают свои действия в том числе двигаются в этом случае вы почти никогда не можете становиться нападающим на поле боя всегда защищайтесь ведь пока враги двигаются вы сначала разгребаете нотификации в игре есть рассказчик это кстати довольно классный элемент игры он комментирует ваше развитие и делает это с таким хорошим юмором оценивая те или иные моменты в истории выбрал профессиональную армию он говорит ну логично лучше чтобы работой занимались те кто хочет это делать таким образом критикуя явление призывной армии он подшучивается откровенно британским юмором над различными историческими явлениями что мы с высоты своего развития можем назвать довольно стыдными типа рабовладения колониализм тирании и так далее он комментирует важные научные открытия постройку чудес в исследовании тоже нашли мы остаток другой цивилизации но он говорит ну то что они исчезли может быть наверное для них оно и к лучшему посмотрели на все это сказали да ну нафиг ну другими словами но смысл тот же однако на 5-6 игре уже часто напарываешься на одни и те же высказывания они уже становятся скучноватыми интересно можно ли как-нибудь его выключить с другой стороны отдельной игрой я могу назвать попытку выбирать разные нации и посмотреть что он о них скажет или что-нибудь новое построить что вы раньше не строили и что он и об этом скажет но скорее всего это неоптимизированный путь и вас снова порвут знаете честно говоря у этого рассказчика довольно политизированный подход и это может многим не понравиться он высмеивает то что в нынешнем прогрессивном обществе считается постыдным включая но не ограничиваясь такими вещами как рабовладение война производство оружия капитализм религия некоторые более современные цивилизации не знаю что он говорит про коммунистов или про социал-демократию но в какой-то момент его реплики начинают казаться очень односторонними впрочем мне лично было все абсолютно нормально пока он не начал комментировать возведение площадок для ядерного запуска в моем понимании такие характеристики как хорошо или плохо к ядерному оружию и ядерному сдерживанию применять вообще не стоит но здесь рассказчик четко рисует картинку как негативную среди недочетов я также хочу назвать некоторые проработанные системы которые мягко говоря вам не пригодятся например никаких юнитов с экзостелетами дронов да даже авиацию в игре я не испытывал даже когда я мог строить у меня не хватало на них ресурсов яичники же просто не развились так бы я эти ресурсы мог бы хотя бы не вкупить но к сожалению ядерную ракету запустить я успел только один раз а система загрязнения природы вообще меня удивила за 300 ходов выше нулевого уровня полюшина мы так и не поднялись хотя точно не строил никаких очистных сооружений а вот уголь исправно копал и по ходу им дома топил в игре против сильного противника я удивлюсь если вы к концу игры будете с чем-то покруче чем муштетеры или хотя бы линейная пехота поздние технологии и механики практически недоступны надо попробовать с фокусом в науку поиграть но в таком случае есть большой шанс что все остальное проенотится эпохи пролетают в мгновение ока и я уверен что в игре на 600 ходов будет что-то подобное потому что там не только больше времени на игру ну и абсолютно все делается намного медленнее включая строительство ну и хочу еще пять копеек насчет оптимизации сказать в процессе игры у меня не было никаких лагов задержек графических тупок практически была одна при запуске ядерной ракеты и прочие ерунды но что у меня было так это очень долгие загрузки и периодически в боях юниты могли на приказы отвечать только через 10-20 секунд как будто игра пыталась что-то посчитать загрузку игры по минуты полторы я вообще считаю не особо приемлемой для компьютера с моими характеристиками у меня 3080-й RTX и NVMe-шный SSD диск с которого все должно быстренько читаться а вот что в игре точно хочется похвалить так это саундтрек мне очень нравится его слушать от начала до конца во время работы и я рекомендую хоть раз посмотреть видео на котором оркестр играет некоторые композиции этого саундтрека поверьте это того стоит и в итоге у нас ситуация в которой вроде бы в игре есть что поделать но на деле оказывается что все одинаково слишком много выбора и при этом половина нафиг не нужна сюда бы побольше контента и побольше баланса и вырезать все лишнее тем более что они патчат игру чуть ли не раз в два дня у них был в какой-то момент один ИИ который все время очень быстро развивался они это пофиксили я не могу назвать Humankind полноценным релизом несмотря на то что он стоит как он и в стиме это черт побери игра раннего доступа встречаются баги причем вы не знаете что это баг пока его не пропатчат вы думаете что это нормально возможно как игра парадокса которая с дополнениями начинает становиться лучше и Humankind тоже сможет развиться но пока она на часов 10-15 и хорош я честно говоря со своими 22-мя можно сказать переиграл в нее надоело я хочу конечно попробовать ее в мультиплеере с пиросом посмотрим как пойдет если он стабильный но пока ну честно не очень уж то с вами был Тейвил специально для канала Легендарий легендарий Продолжение следует...